Ты не разбираешься в ситуации. И теперь ты начинаешь сморщиваться. И твои маленькие янчишки сморщиваются вместе с тобой. Это потому, что на боку твоего пистолета написано «Гуляж». А на боку моего пистолета написано «Дезерт Игр». Калибра 50. Друзья, мы счастливы вас приветствовать в Тире «Объект». В период моего прошлого посещения Тире «Объект», когда мы снимали видео про прекрасные и самые дорогие арки российского производства, производства компании «Альфа-технология», я познакомился очень бегло с пистолетом «Дезерт Игл», который в Тире «Объект» присутствует в качестве оружия, с которого можно пострелять. Всем, ну или не всем, но тем, кому можно, тем можно. Так вот, я к чему? Я решил, что мы сегодня поговорим про данный пистолет более подробно, потому что благодаря своему внешнему виду и созданному вокруг него такому магическому флеру, он всегда традиционно привлекает себе много внимания. «Абъект» «Абъект» Значит, друзья, еще раз обращаю ваше внимание на следующее Данный пистолет изначально позиционировался как в очище оружие Благодаря своему внешнему виду, исключительно брутальному внешнему виду Он, конечно, снискал популярность у массовой публики Соответственно, его режиссеры использовали в фильмах Его изготовители компьютерных игр использовали в играх И, соответственно, в широкую культуру он вошел такой, как брутальный, мощный, большой пистолет И он всегда приковывал к себе гораздо больше внимания, чем он его на самом деле заслуживает Плюсами данного пистолета можно считать как оружие Если мы внешний вид убираем в сторону, плюсами данного пистолета как оружие Можно считать, если есть устойчивый навык обращения с ним То это высокая точность, относительно высокая дальность введения огня И, соответственно, мощность действия пули по цели Потому что для пистолетов такой калибр, ну, можно сказать, беспрецедентен Но! Несмотря на эти плюсы, у пистолета, у этого, как у оружия, есть существеннейшие минусы Существенные минусы относятся к тому Во-первых, это размер и вес Соответственно, они затрудняют просто ношение данного пистолета В готовности к применению Его просто банально тяжело носить Далее, маленькая емкость магазина Действие пули по цели Действие пули по цели В 99% случаев будет избыточно Если мы не говорим про крупное животное Если мы говорим про другие биоцели Будет избыточно И, соответственно, нет необходимости нам иметь такое тяжелое Такое большое, такое мощное оружие С таким маленьким магазином Для того, чтобы доставить до цели пулю Которая намного превышает необходимость Такой пули нет Друже говоря, здесь у нас есть Глок И вот у нас есть Дезерт Игл Вот мы видим размеры Вот мы, соответственно, вес При этом вот магазин И вот магазин Дружеская рука царя пушек нам принесла Ну вот эта гильза, конечно, 9х18 патрона Если я не ошибаюсь Это даже не 9х18 Это 9мм люгер По-моему, это 18 А? Нет, 18 По-моему, 18 По-моему, 18 Кратковато Так вот И при этом у нас Вот два магазина Вот этот магазин Дезерт Игла Да, вот он, магазин Глока Вот у нас магазин Глока У нас рассчитан на 18 патронов А магазин Дезерт Игла Рассчитан на 7 Соответственно, мы К постоянной готовности У нас здесь будет 18 патронов К постоянной готовности будет 7 Кроме того Кроме всего перечисленного Выстрел Выстрел Из пистолета Дезерт Игл Кроме того, что он Сам Трудно контролировать отдачу Трудно произвести повторный выстрел При необходимости Дульная вспышка такова Что она, возможно, в условиях Ограниченной видимости В сумерках, либо в темноте Дезориентирует самого стрелка То есть он может потерять цель Он может быть ослеплен Звук Звук от выстрела настолько силен Что в некоторых стрелковых объектах Закрытого типа В закрытых тирах В некоторых Запрещено, в том числе и в США Запрещено использовать Патрон 50 Экшн Экспресс Для того, чтобы стрелять в закрытых тирах Друзья, так как я уже сказал Со мной специалист Компания Альфа Технология И он сейчас покажет нам Особенности внутреннего устройства Пистолет Дезертыгл Но прежде чем мы перейдем к этому Я обращу ваше внимание Я вот вам показывал две гильзы Я настолько Они настолько произвели на меня Обманчивое впечатление Что я думал, что это 9х18 Нет, это все-таки 9х19 Вот можете посмотреть Как выглядит гильза 9х19 Которая для пистолета ГЛОК Можно Из-под боеприпаса для пистолета ГЛОК И вот гильза От 50 Экшн Экспресс Экспресс Для пистолета Дезертыгл Можете посмотреть И составить Впечатление о том Какой пороховой заряд Как пулю Какого размера и массы Соответственно здесь Доставляет до цели И при этом При этом Считается, что Останавливающие действия патрона 50АЕ большое Но Пробивное действие Его абсолютно недостаточно То есть, судя по всему По тем исследованиям Которые были проведены Они даже кости крупных животных Не пробивают Соответственно Никакой бронежилет Или там Я не знаю Дверь автомашины Соответственно Тоже он может Может не пробить Но при этом Если он попал Тогда, конечно, да Плюсы данного пистолета И минусы данного пистолета Позволяют сделать следующий вывод Бонты никто не отменял Да? Но для боевого применения Или для самооборонного применения Данный пистолет не подходит На вооружении В вооруженных силах Данный пистолет Ни в одной стране мира Он никогда не состоял Соответственно Он никогда не проходил Никакие жесткие тесты Никакие испытания На работу в сложных условиях На работу в условиях загрязненности На условиях Когда он сам загрязнен Многократная стрельба И так далее Из-за подразделений Вообще Всего мира Сообщается только о том В открытой печати Можно найти информацию о том Что какое-то количество Данных пистолетов Было закуплено Польским подразделением Специальное значение Гром Как они этот пистолет Использовали В качестве какого оружия Не использовали Первичка Вторичка Для обучения стрелков Я не знаю Обращение с таким Экзотическим оружием Ну Понять на самом деле Тяжело Это вот что касается Общей информации А сейчас Специалист компании Альфа технология Мне придет на помощь И разберет данный пистолет И покажет Данную модель И мы покажем вам Соответственно Вот то о чем я говорил Это Как отводится газа Из канала ствола На что они действуют И как этот пистолет В общих чертах В общих чертах Работает На цели Я пару слов скажу По поводу ощущений Значит Ну сразу Что можно сказать Очень большой Очень тяжелый Для того Чтобы его Вывести На линию прицеливания Не удерживать В ходе прицеливания Уже надо быть Ну достаточно Уже надо быть Достаточно Физически подготовленным Я если я не ошибаюсь Пистолет весит Ну там разные модификации Весят килограмма 700 До двух килограмм Ну вот можете себе представить Прицельные приспособления Крупные Прицельные осуществить Довольно таки легко Спуск Комфортный Короткий Информативный Такой полностью Не приходится зацеливаться То есть Еще раз повторю слово Комфортный Дальше Отдача Отдача Несмотря на используемый Патрон А это Хотел сказать православный Но не буду Скажу Что это прямо вот как То что доктор прописал То есть это 50 Экшен экспресс По-моему Если я не ошибаюсь Это вот тот как раз 50 АЕ То что было написано На стволе В фильме В большой куш Да я не хотел На тюкаться В фильме В большой куш То что было как раз Написано на стволе 50 АЕ Это вот как раз 50 АЕ Значит что хочется сказать Про данный боеприпас Я просто прочитал про него Прежде чем приступить К стрельбе Патрон создан Изначально для охоты И пистолет создан для охоты Не военный пистолет Не пистолет для самообороны Это пистолет Изначально создан для охоты Соответственно ожидалось Что такой боеприпас Он должен посадить на жопу Ну говорю как есть Посадить на жопу Любого зверя Если конечно попасть в него Потому что я уже сказал До размера пистолета Это довольно таки тяжело Учитывая что дальность Может быть какая-то до цели Еще довольно вменяемая То это будет тяжело вдвойне Значит несмотря на то Что патрон вот такой вот большой И очень мощный Отдачу можно назвать комфортной Почему ее можно назвать комфортной Потому что принцип действия пистолета Немного Отличаясь от всех остальных пистолетов У него принцип работы Отвод пороховых газов Из канала ствола То есть то же самое Принцип этот используется Не в пистолетах А в автоматических винтовках Либо карабинах Из-за этого импульсотдача растянутая И воспринимается не так жестко Как из традиционных пистолетов Крупного калибра Но Но У него есть У пистолета дизерт игл Есть характерная черта По восприятию отдачи Из-за того что Все-таки патрон очень мощный И в момент передачи импульса Отдачи Он Происходит Компрессии Либо сжатия Мышц кисти И суставов Руки Которую удерживает В удержании пистолета И После выстрела Когда Эта компрессия пропадает И все ткани Возвращаются в первоначальное положение Пистолет совершает Вот этот традиционный Клевок Этого пистолета Который вы можете видеть На всех видео Когда некоторым людям Он бьет по голове То есть в случае Недостаточно Хорошо сформированного Хвата Недостаточно крепкого Хвата То пистолет может Клюнуть И ударить вас по голове Кстати Показателем того Правильно ли вы удерживали Пистолет в момент выстрела Или неправильно Является экстракция гильзы Если гильза Выбрасывается Мимо головы назад Значит вы пистолет Удерживали правильно Если гильза Выбрасывается Прямо вам в голову В лоб Либо в очки Значит пистолет Вы удерживали Не совсем верно Либо хват был Недостаточно плотным Вот один раз Я выстрелил И вроде бы Во-первых попал Это я сам себе Во-вторых Гильза улетела Куда надо Итак Вот перед нами Разобранный пистолет Как прокомментируем На основные части Что у нас тут есть Это затвор Личинка затвора Похожа на калашовскую Чем-то Вот она поворотная Это само тело Затвор Это возвратка Такая два штока И витая Возвратная пружина Сам ствол Массивный Из цельного куска Сделан Ну вот можно посмотреть Какая там дырка И как раз Вот киношные Эти 50 АЕ Самое главное Друзья То что должно быть Написано На вашем пистолете Если вы хотите Чтобы люди убегали Только это прочитав Это вот эти Заветные цифры Это рама пистолета И Порш Сам пистон Смотрите друзья Обратите внимание Что вот здесь У нас есть Ну ствол Да Вот этот непосредственно ствол Вот здесь у нас От происходит Отвод пороховых газов Из канала ствола Который воздействует На Затворную раму С затвором И Получается так Что у нас ствол Непосредственно Вот здесь Закреплен Оказывается В ходе стрельба Закрепленным Неподвижно А Затворная рама Затвором Осуществляет Классические Возвратно-поступательные Движения И Непосредственно Сылается патрон Выбрасывается Гильза И так далее И так далее И так далее Вот то есть Схема работает И то о чем я говорю Схема работы Пистолета Данного Больше похоже На то Как работают Автоматические винтовки Или карабины А не как Большинство Абсолютное Большинство Пистолетов Обратите внимание На планки Универсальные Прицельные Планки Они расположены Над стволом Они расположены Под стволом Соответственно Сюда можно Монтировать Какие-либо Дополнительные Прицельные Приспособления Учитывая Что ствол Заприкреплен Неподвижно Можно даже Рассчитывать На то Что после Каждого выстрела Ваш Каллиматорный Прицел Не будет улетать Куда-то В космос Его не будет Запускать Он будет Оставаться На месте Друзья Если вы Привыкли Много Работы С пистолетами Традиционной Конструкции И К спортивному Способу Досылания То С пистолетом Дезер Тыгл У вас Могут Возникнуть Проблемы Потому что Ствол Я напоминаю Закреплен Неподвижно И досылание Патрона В патронник Осуществляется Именно за Затвор Затворную Раму Затвором То есть Обратите Внимание Вот так Вот она Ходит Во время Стрельбы То есть Ствол Остается Неподвижно То есть Вот это Тактикульненькое Тактикульненькое Движение Вот это Здесь у вас Может Ни к чему Не привести Друзья Собственно Все Что хотели Сказать Сказали Все Что хотели Показать Показали Глубоко Нырять Мы в его Тактико-технические Характеристики И устройства Не стали Потому что Вы обо всем Об этом Можете найти Информацию В сети Но Если Вдруг Вы Житель Столицы Или Гость Столицы И хотите Приобщиться Ну То есть Практически Пострелять Из пистолета Дезер Тыгл Вам стоит Обратиться В ТИР Объект Где Вас Всесторонне Проконсультируют Как Это Сделать За сим Прощаемся Огромное спасибо За сим Прощаемся До новых встреч До пребои Сами сила Пока Продолжение следует